Артём Сёмин по итогу матча с Шор Зенит Мастер Сатурн. Ну что ж, во-первых, поздравляю с победой, во-вторых, как оценишь эту игру? Ну, мне кажется, что она вышла, несмотря на результат, которого, в принципе, команда не так и сложно добилась, но весьма сложный в плане именно физического противостояния, потому что, ну, Мастер Сатурн был, мне кажется, даже чрезмерно заряжен на эту игру. Ну, спасибо за поздравление. Да, конечно, Сатурн был заряжен, как и мы, потому что игра была, как бы, за шесть очков. Мы не имели права сегодня проигрывать, чтобы не подпускать себе соперника. Мы тоже хотим подниматься в турнир таблицы как можно выше и выше. Что касается игры, ну, первый тайм, я считаю, сыграли хорошо, контролировали мяч, не давали сопернику быстро убегать в атаке, забили два хороших мяча. Единственная проблема в первом тайме была то, что, когда забивали гол, прижимались своим воротом, за счет этого у соперника появлялись моменты, от чего надо избавляться, конечно. Вот. А что касается второго тайма, ну, вышли, Сатурн получил красную карточку. Казалось бы, надо было просто доводить дело спокойно до победы, но игроки на заме, к сожалению, не вошли в игру. И за счет этого Сатурн, ну, прижал нас в конце к своим воротам. И за счет этого игра получилась тяжелее, чем мы рассчитывали. Сегодня ты играл в обороне в паре с Потаповым до этого, если мне память не изменяет, Слугин был во всех турах. Насколько хорошо было все по взаимопониманию, скажем так, взаимодействию в этой новой паре центральных защитников? Ну, естественно, ноль в обороне говорит сам за себя, то есть пропустили ноль. Значит, как минимум, уже сыграли хорошо, что касается взаимодействия. Ну, да, взаимодействие хорошее у нас, все друг друга понимают, поэтому нет никаких проблем в этой паре. Хорошо, спасибо и удачи в следующих матчах. Никита Максимович Гундерин по итогу матча против команды Мастер Сатурн. Во-первых, поздравляю с победой. Во-вторых, ну, наверное, начнем с конца. Почему во втором тайме, несмотря на то, что соперник остался в меньшинстве, и Шорзенит проводил замены, не удалось увеличить счет, и при этом, ну, даже казалось, что иногда соперник больше оказывает давление на ворота именно Шорзенит. Спасибо за поздравление. Я думаю, что вы сами ответили на свой вопрос. Мы провели замены, и ситуация, в которой мы ожидали, что улучшится наша сторона в атаке, с появлением свободных зон, мы играли с преимуществом. Большую часть второго тайма свежие футболисты вышли, и они ничего не смогли создать абсолютно. Поэтому это, к сожалению, неугаданная замена наша. А в чем может быть здесь проблема? Где-то игроки, ну, скажем так, думали, что вышли как на курорт, в определенном смысле, что 2-0 ведем, сейчас тут легко, много свободных зон, или, ну, где-то, может быть, кто-то не собрался просто-напросто на матч? Я не очень понимаю, как можно не собраться, или думать, что ты вышел как на курорт, когда ты хочешь играть, наверное, в стартовом составе. Если тебя роль запасного устраивает, ну, тогда вообще, в принципе, можем прекратить сотрудничество на наше дальнейшее. А в целом, еще раз, хочу отметить, во-первых, команду соперника, что даже в девятером в поле там не начали, не бросили играть, и играли до конца, поэтому футболистам тоже надо дать должное. Но эти моменты мы будем гайки закручивать, потому что меня это не устраивает. В целом, сегодня такая достаточно плотная игра. «Мастер Сатурн» очень боевитая команда, очень много цеплялись, не давали свободно перемещаться, вгрызались иногда в ноги. Насколько тяжело с такими командами играть, после таких команд восстанавливаться? Потому что, мне кажется, что, ну, где-то немножко это эмоционально раскачивает, и потом ноги в синяках, мягко говоря. Ну, хорошая. По плотности была игра, никто не хотел уступать, и своих футболистов тоже хочу в этом плане похвалить. Никто от борьбы не уклонялся, все ее выдерживали. Ну, травмы залечим. Время еще есть до следующей игры. Хорошо, спасибо, и удачи в следующих матчах. Амир Теуавжуков у нас по итогу матча с «Шор Зенит» против «Мастер Сатурн». Амир, сегодня поражение 0-2, но, если честно, со стороны ваша команда смотрелась очень хорошо, очень неплохо действовали в единоборствах. Почему сегодня поражение? Потому что и в атаке-то, в принципе, тоже неплохо старались, ну, разве что не забивали. Ну, первый таймс играли, так себе скажем. Во втором вышли уже, и после первой красной карточки завелись. И у нас были моменты, могли забить, играли лучше. Ну, завершение, видимо, не везет пока. Иногда казалось, что, ну, в принципе, мы все понимаем, да, что вот спортивная футбольная злость хорошая, она очень нужна, но иногда со стороны начинало казаться, что немножко где-то перехлестывает. Как ты считаешь, как с этим бороться? Потому что, ну, вот сегодня две красные карточки в комплекте, ну, и там, на самом деле, могло быть еще больше, но, слава богу, что обошлось. Ну, переключились на эмоции, начали прислушиваться не к голове, а к эмоциям. Надо было просто успокоиться, перекатить мяч пару раз, я не знаю, но просто начали слушать эмоции, а не голову. И так красные. Как ты считаешь, чего команде Мастер Сатурн не хватает для того, чтобы, ну, стабилизировать свою игру в целом и больше выходить на победы? Да все хватает, нужно время. Впереди много туров, я уверен, мы наберем очки. Спасибо тебе огромное, желаю, чтобы набрали. Павел Васильевич Кирильчик по итогам матча с Шор-Зенит Мастер Сатурн. Павел Васильевич, что сегодня у команды не получалось на ваш взгляд, и, ну, почему такой неприятный результат? И поражение 0-2, еще и две красные карточки получили. Знаете, исходя из предыдущих туров, немножко, как я считаю, да, я начал на ребят давить, что не можем взять очки, потому что неплохо, да, играли в предыдущих турах, там мы все это отмечают, но чего-то нам вечно не хватает, или курьезной голкой-то, и, к сожалению, ну, и сегодня очень серьезно настраивались, и я видел, что ребята, ну, серьезным образом выходят, да, но психология, ну, это такая тонкая штука, и вы сами видели, вроде был рамный матч, ничего не предвещало, опять в свои ворота забиваем гол, лучше, соответственно, не стало, пытались переломить, создавали моменты, и, конечно, на 45-й минуте этот гол, ну, подприбил, да, потом, ну, возможно, я чересчур, да, в перерыве поднастроил, вышли с таким, наверное, чересчур уже настроен, да, что, к сожалению, ну, я хотел бы, как бы не то, что извиниться, сказать, что это не грубость наших ребят, да, это, ну, эмоции, потому что там не было каких-то, да, там, чтобы кто-то кого-то прыгнул, сломал, это, эмоции кипели, с одной стороны, это плохо, да, но, с другой стороны, я, на самом деле, привел в пример второй тайм, когда в 10-м, в 10-м, в 9-м, да, ничего не давали практическому сопернику сделать, имели еще моменты, поэтому, самое главное, да, что ребята верят мне, и я верю тоже, надеюсь, что мы переломим все в ближайших турах, тем более, сейчас область у нас начинается, ну, наверное, может и кстати, нам нужна победа, как глоток свежего воздуха для того, чтобы и я, и ребята, мы поверили в себя, то, что мы действительно умеем, и они, это я вижу, хоть я и недолго, они все умеют, но только через работу все придет. Как вы считаете, может быть, вот вы говорите, что они все умеете, все придет, может быть, можно было бы что-то придумать в плане именно схемы игры, потому что мне иногда казалось, что вам как будто не хватает одного человека на острие, который, может быть, стал бы таким таргетменом своего рода. Ну, тут, может быть, знаете, вопрос уже индивидуального качества игрока, потому что вышли в девятером и вышел на замену центральный нападающий, и он был, то есть, может, перегорели ребята, то есть схему, мы, поверьте, на тренировках, ну, очень все настолько получается, и завершения, и голы, да, но надо это перенести на футбольное поле в официальном матче, поэтому мы будем гнуть все равно свою линию, то, что у нас получалось, и я считаю, будет получаться. Хорошо, спасибо вам и желаю как можно скорее одерживать победы и чтобы настроение улучшалось в команде. Спасибо вам.